У правительства на все есть своя программа, даже такая, как в ближайшие четыре года воспитать из молодежи патриотов с активной гражданской позицией и готовых к военной службе. На заседании правительства речь шла прежде всего о современных школьниках, а именно о том, что историко-культурное наследие региона должно стать доступным для всех, будь то уроки краеведения или экскурсии к достопримечательностям Ивановского края. Высокую оценку педагогов и родителей получил используемый в преподавании исторического краеведения учебник «Ивановский край в истории Отечества». Планируется издать его в новой редакции, привести в соответствие с новой концепцией единого учебника российской истории, о которой совсем недавно ввел речь президент Российской Федерации, и дополнить материалами из истории муниципальных образований Ивановской области. Впрочем, Ивановская общественность важность обсуждаемой темы оценить в полной мере не смогла. Один из пользователей Твиттера весьма категорично прокомментировал запись губернатора в микроблоге. И действительно, как можно оценить успешность этой программы? В чем измеряется патриотизм? Департамент образования предлагает молодежь опрашивать. В начале реализации программы мы планируем эти вопросы провести уже в четвертой четверти этого учебного года, и затем через год, через два года, и по выходу, в 2018 год, на период завершения программы. И без опросов ясно, что молодые люди в Иванове, как и везде, очень разные. Немало среди них и патриотов, по-настоящему преданных стране и уважающих ее историю. Студент энергоколледжа Павел Хрипунов обратился к губернатору от лица всех поисковиков региона. Поисковиками Псковской области, в 30 километрах от Пскова, был обнаружен боец 235-й стрелковой дивизии, образованной в нашей области. Имя его неизвестно. Но мы предлагаем захоронить этого безымянного героя в Иванове у памятника героям фронта и тыла, как неизвестного солдата. Это будет большой шаг в сохранении памяти об Ивановцах, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне. Идею с могилы неизвестного солдата Павел Коньков поддержал. Она появится в Иванове уже в этом году, как символ того, что никто и ничто не забыто. Останки этого солдата срочно на территории Ивановской области перевести. Очень быстро подготовить соответствующий проект. И давайте возьмем курс уже к Дню Победы в этом году, значит, открыть могилу неизвестного солдата около нашего мемориала на проспекте Хреметьевском степе. А в целом программу по патриотическому воспитанию Павел Коньков предложил доработать. Кроме того, губернатор планирует в 2014 году возобновить массовое празднование военно-патриотического фестиваля «Открытое небо». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.